Приветствую вас, и вы интуитивно правильно понимаете, почему мужчина так себя ведет, ну, по крайней мере, отчасти, отчасти. Вы понимаете его верно, но отчасти, конечно же, и не совсем. Почему? С чем это связано? Ну, связано с тем, что вы, вообще говоря, эмоционально вовлечены в процесс, вы достаточно зависите от мужчины, вы дорожите им, и это мешает вам посмотреть на него, собственно говоря, беспрецептно, отсюда ваше непонимание того, что, почему он ведет себя именно так. Давайте рассудим, давайте исходить из некоторых, я надеюсь, логичных или хотя бы понятных нам с вами признаков. Первый и главный признак заключается в том, что человек, который вот так себя ведет, Это гордый человек, это человек, для которого попросить прощения, по всей видимости, или пойти на примирение, по всей видимости, является сладостью. По крайней мере, именно так мужчина считает, считает это сладостью, то, что вот ему нужно идти на примирение. Он считает, что если он пойдет на примирение, то это означает, что он признает, вероятно, свою неправоту, Ну, а для мужчины признать свою правоту достаточно важный иногда бывает. Ну, конечно, например, для каких мужчин? Но, тем не менее, именно для того мужчину, для того мужчины, о котором говорите вы, А ему, по всей вероятности, важно именно, чтобы вы даже не сомневались в том, что он как-то вот, может быть, не прав. Ему очень важно, чтобы такой образ его, он был сохранен. А дальше, конечно же, если бы он, ну, не хотел вам, допустим, отвечать, да, Конечно, он бы вам не отвечал, да. Это совершенно понятно. Это говорит о том, что он к вам, безусловно, неравнодушен. Но его неравнодушие, оно, ну, оно таково, оно таково. Сейчас для него важнее, чтобы обстоять свою позицию. Вот обстоять свою позицию для мужчины куда более важно, чем, например, условно говоря, быть с вами. Хорошо это или плохо, мы сейчас говорить не будем. Факт тот, что это есть. И от этого момента вряд ли можно вот так просто обмануться. Вам нужно иметь в виду этот момент, чтобы правильно на него реагировать. Как реагировать? Если вы видите, что мужчина отвечает на ваши, вот, на ваши попытки, на ваши сообщения, отвечает однословно, опять же говорит, что он не любит вас, добавляя, значит, он пока что не готов вести сколько-нибудь конструктивный с вами диалог. Это, конечно, плохо, это неприятно, но тем не менее. Не готов мы, мужчина, на данный момент, вести с вами сколько-нибудь конструктивный диалог. А значит, его нужно оставить все же в покое. Вот, вот, в покое человека оставили, дали ему возможность побыть немножко без вас, наединился с собой, и после этого, собственно говоря, вновь написали. Попробовали, так сказать, почву, проверили, как он настроен. Два-три раза написали, видите, что мужчина не готов по-прежнему на диалог, ну, значит, это его проблема. И здесь надо понимать, что навязываться человеку, а вы в данном случае, к сожалению, как бы навязываетесь ему, все же не нужно. Объективно ничего хорошего это не принесет. Кроме того, что мужчина будет раз за разом убеждаться в том, что он вам нужен. И без него вы не можете жить. А это, в свою очередь, даст ему необходимые условия для того, чтобы вот так вот себя вести, набивать себе цену, как бы портить вам нервы, и вообще говоря, устанавливать в своей порядке, что не является чем-то положительным именно для вас. Потому что ссор – это всегда ответственность двоих людей, но это всегда и, условно говоря, компромисс. Это поиск компромиссов между двумя людьми. И когда вы постоянно пытаетесь идти на примирение, мужчина понимает, что с каждой такой попыткой вы будете задействовать все больше и больше ресурсов для того, чтобы на это примирение выйти. А наш мужчина может оставить вам все новые и новые условия для того, чтобы это примирение случилось. Ну вот, например, давайте скажем так. Вот вы им пишете ему сообщение. Он на каждой отмечает, что вас не любит и не хочет сообщаться. Но если вы напишете ему что-то, что ему будет по душе, я надеюсь, как бы вы именно понимаете, да, что напишете то, что вызовет у него какую-то положительную реакцию либо будет ему интересно. Он же вам так не напишет. Именно этого человек и добивает. Ну и согласитесь, согласитесь, зачем вам подобная постановка вопроса? Зачем вам подобная ситуация? Зачем вам так себя вести? Зачем вам подставляться под удар, которыми мужчинами? Не нужно. Я думаю, имеет смысл думать о себе. Я думаю, имеет смысл защищать себя и свои интересы. И тогда мужчина, если он действительно вами дрожит, ну, он медленно проявит себя и все-таки пойдет на примирение сам. Тем более, что вы изъявили ему желание решить проблему и разрешить конфликт. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...